Итак, друзья, всем привет! С вами опять Рома Урако и сегодня очередная капсула времени. И мы отправимся на осмотр крайне интересной машины. Речь пойдет о запорожце, модели 98M, 1992 года выпуска, с пробегом менее 100 километров. И на осмотр данной техники мы отправляемся на такой вот новинке, Subaru Outback 2021 модельного года. Только-только ее презентовали в нашей стране, и вот мне удалось взять ее на недельный тест-драйв. Уже практически заканчивается он. Скоро уже буду отдавать машину. А более детально можете узнать на моей страничке в социальности Instagram. Ссылочка будет под видео внизу в описании. Что ж, поехали! Так, прибыли мы на место. Это такой дружественный нам сервис под названием Old Car Service. Ребята занимаются реставрацией и обслуживанием ретро-автомобилей. Тут видим их очень много самых разных. И Волги, и Американцы, и Бьюики. Тут инвалидка, мотоцикл Днепр, старенькая Вольво, Уазики, Волги, Жигули, Москвичи, Американцы еще раз. И в этом ряду раритета видим искомая капсула времени. Абсолютно новый запорожец модели 968М. Данный экземпляр 1992 года выпуска. И он всю жизнь простоял в гараже без движения. И даже люди, когда его получили, а я хочу подчеркнуть, что это версия для инвалидов. Это характерная табличка, наклейка на стекле и на переднем, и на заднем есть. Которая свидетельствует о том, что это именно инвалидная модификация для людей с ограниченными возможностями. То есть получается, какой-то инвалид ее получил в свое время и не эксплуатировал. Даже не смыли с нее консервант заводской. То есть это на кузове не совсем грязь. Точнее это грязь, но впитанная в парафиновый консервант, который машины покрывали еще на заводе при транспортировке поездами и автовозами. И вот редчайшая ситуация, когда этот консервант даже никто не смывал. То есть провести, видим, он, я думаю, легко смоется после хорошей мойки детейлинга. Но мы пока решили этого не делать. Сохранить автомобиль именно в таком вот виде. Я думаю, даже с точки зрения антикоррозационной стойкости это неплохое решение. И хуже машины точно не будет в таком консерванте. Итак, модель 968М, фактически последний запорожец, который выпускался на запорожском автозаводе. Данная модель начала свою конвейерную жизнь в 79 году. И многократно модернизировалась, усовершенствовалась и продержалась на конвейере до 15 апреля 1994 года. То есть последний такой запорожец сошел с конвейера автозаза. И эта машина тоже одна из последних выпусков, 92-й год, со всеми характерными отличиями. Поздние машины производства уже независимой Украины можно идентифицировать по зеркалу заднего вида от автомобиля Таврия. Такое пластиковое, унифицированное с Таврией. На более ранних присутствовали хромированные металлические, либо крашеные, тоже железные зеркала заднего вида. Кстати, вот интересные артефакты. Есть еще какие-то бумажки с порядковыми номерами. То ли это номер 6, тут видим 007. Намекаю, что это машина агента 007. Ну, на самом деле шутка. Это, видимо, какие-то заводские бумажные индексы номера, которые помогали при маневрировании автомобилей на торговых площадках и при погрузке и так далее. Вот такой вот запорожец, абсолютно новый. Из интересных артефактов, которые присущи данному экземпляру, можно отметить наличие заводских пломб на кузове машины. Видим, вот под передним бампером висят нитки и на них пломбы. На пломбах выбито ЗАЗ, запорожский автозавод. Видим слева и справа. Видно, что автомобиль никогда не эксплуатировался по этим пломбам, потому что они бы сразу же слетели. Так, давайте перейдем к интерьеру автомобиля. Максимально аскетичный и простой салон. Никаких изысков, все просто, но функционально. И видим характерные особенности инвалидной модификации. Эти такие подрулевые лепестки и рычаги, непривычные для обычных запорожцев. Потому что, как видим, у машины только одна педаль, а остальные педали, они были заменены на рычаги и подрулевые лепестки. Было множество модификаций инвалидных именно запорожцев. МБ, МГ, МД. В зависимости от того, насколько у людей были проблемы со здоровьем. Количество ног, рук и так далее. Вот этого всего менялась. Соответственно, конфигурация органа управления. Салон черный. Ну, тут видно, что машина новая. Никаких изъянов, дефектов. Даже запах внутри абсолютно новой машины. И давайте еще покажу вам с другой стороны. Возможно, посмотрим, что у нее в бардачке закрыт. К сожалению, сейчас с той стороны откроем и посмотрим. Так, конечно, детейлинг этой машине очень нужен. Давайте смотреть. Совершенно новый Запорожец. Бардачок. Вот так вот открываем его и смотрим, что здесь есть. Даже видим, машина проходила в Херсонской области техосмотр. Новая Каховка. И номера, смотрите, какие были. 20-30 холл. Так, там есть какие-то, по-моему, пломбы. Да, это заводские пломбы. Видим, эмблема ЗАЗ присутствует. Тут смотрим, свидетельства приемки ремни безопасности. Сервисная книга на Запорожец этот. Даже, смотрите, есть какие-то надписи. Магазин. Видим, в городе Новая Каховка получал человек эту машину. 21 января 1993 года. Тут у нас что? Это кусочек книги по Запорожецу. Инструкция по эксплуатации. 968М и модификации. И видим, вот как раз для инвалидов. Специальная книга была. Инвалидные модификации Запорожцы. То, что я говорил, смотрите. 968МБ, МГ, МД и МР. И также Таври были. Специальные версии для инвалидов. И прикольно, что такая литература сохранилась. Сейчас аккуратно все положим обратно. Немножко погрызли мышки, но не критично. Ну, а в остальном, что? Новый Запорожец. Я думаю, для многих тут нет никаких откровений. Хорошо известная машина. Забыл вам показать самое главное. Какой автомобиля пробег на сегодняшний день. Видим 81 километр и 200 метров. То есть, менее 100 километров машина проехала. Уникальное состояние. Один из самых маленьких пробегов из всех капсул времени, которые нам попадались. Такой вот Запорожец. Но, с другой стороны, скажу, что Запорожец это, наверное, самая массовая капсула времени. Потому что очень много их выдавали инвалидам, ветеранам. И очень часто эти люди не эксплуатировали данные машины, а просто ставили в гараж. А потом либо как-то забывали сдавать в эти органы соц. Либо же, когда распался Советский Союз, уже эти все механизмы и алгоритмы сдачи автомобилей были, скажем так, ушли в небытие. И люди смогли за собой оставить данную технику. Потому что по закону в советские годы инвалид спустя, по-моему, 5 лет должен был сдавать машины, которые государство ему выделяло бесплатно. И получать новые. Но вот видим очень много примеров, когда эти машины не сдавались, а сохранялись у людей. И стояли в гаражах десятилетиями. И даже переоформлялись потом. Давайте теперь посмотрим, что у автомобиля этого под капотом. Тут такая вот система. Сейчас поставим эту палочку упор. И смотрим. Запорожец 968М. Тут мотор MEMS воздушного охлаждения, V-образный, 4 цилиндра. Всем хорошо знаком. Мы видим запаска лежит в подкапотном пространстве. Мотор сейчас у нас сзади. Здесь запаска еще с пупырышками. Абсолютно новая. Диск тоже новенький, свежий. Тут, конечно, есть поверхностная коррозия. На некоторых элементах подкапотки, на этих кожухах. Но я думаю, это все легко устранимо. И никаких проблем с этим нет. Буквально 2 года назад эта машина была на ходу. Даже своим ходом проехала несколько километров. Но вот уже 2 года как она не эксплуатируется. И я думаю, конечно, ТО ей не помешает. Но с другой стороны тут все оригинал, нетронутый. И даже сейчас подведу, попробую к табличке. Посмотрим, что на ней написано. Двигатель видим. Мне не видно, к сожалению. Кто что увидел. Там, по-моему, модификация, номер кузова. И тому подобная информация. Тут мощность 40 лошадиных сил. Это сороковка. Что касается технических параметров. То вот с таким вот мотором. Воздушкой МЭМС сороковкой. Данный запорожец разгоняется от 0 до 100 км в час. Аж за 38 секунд. А максимальная скорость такого автомобиля составляет 118 км в час. Смешные показатели по нынешним временам. Но в те годы, когда 968 запрос был актуален, скажем так, тогда это считалось неплохим показателем. Давайте теперь немножко покажу вам багажный отсек, который находится впереди. Тут все полностью аскетично и минимализм предельный. Ничего лишнего. Все голый металл. Лишь такие небольшие сегменты пластиковых накладок, которые все скрывают техническую составляющую автомобиля. Тут где-то должен быть еще отопитель автономный, бензиновый. Видим, машина уже на свежих номерах переоформлена. И огромное количество антикора под капотом. Залито в это автомобиль или что-то подобная жидкость, которую заливали деды в те годы, чтобы сохранить кузов от коррозии. И также, смотрите, есть бумажка, бирочка с названием краски. Видим. Хромос Югославия цвет белый. То есть еще и импортной югославской краской машина покрашена. Я думаю, она более качественная была, чем отечественная советская. Ну и видим камеры. Тут резина камерная, кстати. Некоторые шины поспускали от старости. И как раз люди положили прежние владельцы дополнительно комплект еще камер. Вот такой вот запорожец. Капсула времени 92-го года. То есть фактически 30 лет автомобилю, а он до сих пор практически новый и никогда не эксплуатировался полноценно. Но я думаю, на нем и нет уже смысла ездить, потому что как машина он уже не актуален. Ну что ж, друзья, будем завершать этот обзор капсулы времени 100%. Это был запорожец ЗАЗ-98М 92-го года выпуска с пробегом 81 километр. Надеюсь, вам понравился данный контент. Не забывайте подписываться на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч в эфире. Пока.